Еще времени до проведения референдума по строительству АЭС. Специалисты и общественники продолжают разъяснительную работу. У нас в студии президент Гражданского альянса Казахстана Бану Ганиевна Нургазива. Президент Гражданского альянса Казахстана, как я уже сказал, добрый день. Бану Ганиевна, прежде всего, чуть больше недели осталось до референдума, 6 октября, а не за горами. Как, по вашему мнению, правильно ли сейчас уже выстроена работа по разъяснению возможного строительства? Плюсы, минусы, что нужно донести до населения, потому что не секрет, что есть страх у населения. Какие-то вопросы. Начнем с того первых. Здравствуйте. Я бы хотела сказать, что гражданский альянс Казахстана уже полтора года проводит информационную, действительно, работу среди своей аудитории, ну и среди населения. Конечно, мы выслушивали всех, кто за и против. Какие вопросы волнуют население? Прежде всего, население волнует вопросы безопасности строительства атомной электростанции, экологичность, конечно, насколько она будет обеспечивать стабильность энергии, и, конечно, ее преимущества и риски. Объяснять надо, конечно, доступно, доходчиво, на простом языке. Я не специалист атомной отрасли, не энергетик, но вместе с тем за полтора года, конечно, глубоко изучила данную сферу. И могу сказать следующее. И когда я встречаюсь с населением, первый вопрос у меня всегда. Назовите самые развитые государства мира. Называют Соединенные Штаты, Китайскую народную республику, Южную Корею, Европу и так далее. И можно сказать, вот легко, и тут же, как бы, в качестве ответа я говорю им так. Вы знаете, в первую очередь, давайте, численность атомных реакторов в мире. Первое место в мире по численности атомных реакторов занимает Соединенные Штаты Америки. Второе место, скажем так, на сегодняшний день идет уже практически много лет, это была Франция, 56 атомных реакторов на территории Франции. Если уж говорить откровенно, мы всегда с гордостью произносим о том, что Казахстан, это на территории Казахстана можно разместить 5 Франции. А когда говорим о том, что только на территории одной Франции 56 атомных реакторов, и никакой фобии нет, более того, сегодня европейские государства, в том числе Германия, другие, они сейчас вынуждены покупать атомные, ну, те, кто приостановили действия своих атомных реакторов, сегодня они покупают энергию за большие деньги у той же Франции. Стали они как-то зависимые, да? Или, например, Китайская Народная Республика. В Китае всего сегодня работает 56 атомных реакторов, строится 28 атомных реакторов, и вообще у них своя программа 150 атомных станций должно быть на территории Китайской Народной Республики. И теперь давайте посмотрим, как мощно развивается экономика этих государств. С чем это связано? Это связано с тем, что на сегодняшний день атомная энергия – это самая чистая, экологичная, безопасная и стабильная. Теперь давайте конкретно будем говорить. Вот, например, та же Франция первое место в мире занимает по использованию атомной энергии, и у них практически 70% энергии сегодня во Франции – это как раз за счет энергии, которая выходит благодаря атомным реактору. Если говорить о Казахстане, нашей стране, к сожалению, располагая огромными запасами того же урана, мы в мире занимаем второе место, по производству первое место в мире урана, а уран – это топливо для атомных реакторов, к сожалению, на сегодняшний день Казахстан, у нас практически ровно на сегодняшний день 66% – это энергия, получаемая за счет угля. То есть, а теперь давайте сравним, если, например, 1 кг урана, если его сжечь, энергия, которая за счет 1 кг урана, она равна 100 кг энергии, вырабатываемой за счет сгорания 100 тонн качественного каменного угля, или 60 тонн нефти. И можно отсюда сделать вывод. Вы знаете прекрасно, например, в свое время на территории того же Улькен планировали построить ТЭЦ, да, угольную, и тогда по расчетам должны были туда завозить 500 вагонов угля, и 400 также вагонов, тонн, точнее, золы должны будут вывозить с территории. Представляете? Ну, разница налицо. Разница налицо, а выбросы парниковые, и не только, там, урекислый газ, мы говорим, это и азот, это и много чего абсолютно. Бану Ганевину, да, к сожалению, эфирное время у нас ограничено, вы сказали, что вы не эксперт по атомной энергетике, но, думаю, вы не хуже атомных экспертов справились, и население услышало основные месседжи, да? Веление времени, прогресс и развитие страны, в том числе, зависит и от АЭС. Посмотрим, что будет, как решить народ. Продолжение следует...